Реклама граммический комплекс для дизайнерского магазина. Ой... Не за флешку. Ладно, не важно. Здравствуйте, дорогие комиссии. Меня зовут Елена Кудрева. Мой дипломный проект «Реклама граммический комплекс для дизайнерского магазина». Речь идет о магазине «Ручного магазина». Это мое большое фобие, мое большое увлечение, мое успокоение. Я имею в виду, я с четырех лет. В принципе, был вопрос у всех окружающих. Почему не фотография? Нет. Дизайнер со мной всю жизнь. И это мне куда больше интересно. Так как у нас речь идет о ручном дизайне, за стилем обращающего графика была взята все-таки ручная графика. Без диджетов. Мы взяли прием вытягивания нитки из книги. И это стал наш основной концерт всех. Более-менее приближенный. В качестве знака образования мы взяли шрифтовое прототип. И преобразовались шрифт. Вот так и стиль. Что мы опять-таки приближали к хорошему картину. Потому что я имею в виду с окружением. Мариню. Как вы видите, вытягивание ниток у нас пошло абсолютно везде. Мы их вытягивали, соединяли, делали паттерны, которые приходят у нас здесь. Который пошел на упакованный пакет. Детели механики. Ой, нет, там флешки. Нельзя флешки. А, нельзя флешки. Если вы позволите взять диск из дипломной записки, то... Нет, мы как-то нам предлагаем. Есть. Есть диск. Есть? Нет. Ну ладно. Телевизор нету, да? Ну ладно, и как-то. Остальные цвета были взяты, в принципе, на контрасте. И, может, у него сколько есть монтарищин. Который удавается. Как вы видите, здесь, в принципе, у меня достаточно присутствует... Достаточно присутствует демокарта круга, что символизирует двух ниток. Так же, мы разработали специальную гагиотзиальность, эту фотографию, куда-то я не ушла. Мы сделали фотосессию с моей проводцей. Фотосессия здесь фотосессия. Которую снималась здесь. На территории Верхфабрики. Это мой группа имена. К сожалению, не могу вам ее показать. А, в принципе, в монтарищинной записке есть отдельная страница с фотографиями. Вы можете не найти знакомую кирпичную стену на некоторой из них. Мы разработали систему скидочных карт. Из основы, опять же, та же самая графика. И каждая скидочная 10, 15, 20 процентов. Названных по цветам. Бирюзовый цвет 10% и стереообразующая графика на ней соответствующего цвета. Оранжевый карт. Оранжевый карт. Оранжевый карт. И платиновый карт. Самая вкусная. 20 процентов. Собственно, из этой же стереообразующей графики, которую вам нужно будет вообще видеть, но она и есть. И мы сожгли паттерн, который тоже есть. И мы записываем. Паттерн мы перенесли на опорточные пакеты. Эта продукция у меня от аксессуаров. То есть это шаппы. Это большие шапочки. Да, для зимы довольно снежные. Для весны полегче нитки и скотка. И также верхняя полная одежда. Есть весеннее пальто, кардиган, свитеры. Поэтому упаковки пакета в двух разных размерах. Ну и опять же для покупателей, кто лучше, например, четыре шапки. А пакета мы не получаем. Четыре шапки. Четыре шапка. Для сам пакета повеньше. Пакет побольше. Также мы разработали бирки и вешенки. Которые вам, к сожалению, не будет видно, но они в запеске. Все у нас в едином стиле. Как вы видите, на моем покупателе цвета достаточно меняются. Мы в основном отталкивались именно... Мы меняли цель главы на некоторых. Где-то подходит такой, где-то подходит такой. И здесь мы... У меня на документации, как видите, тоже анализируют пилоры. На конвертах, так как у нас нет коричневого, мы использовали оборотную сзади в сторону. Соответственно, здесь мы делали. Что вам еще раз сказать? По сайту... Опять же по сайту. Они есть. Записки. Мы разделили, как видите, где-то... Новостная, это главная страница. При киплении на новосток, он закрывается на отдельной странице. Здесь мы выполнили систему Google. Меню сайта отделяется цветом. Мы не стали использовать пилцу ног. Мы решили использовать фирменные цвета. И, соответственно, вы можете наблюдать на какой странице вы находитесь по изменению цвета. То есть... В коллекции... Страница коллекции делится по сезону, да? То есть коллекция появляется в нижней сторонах, где вы можете выбрать сезон, и уже вниз подстроена будет фотография. При нажатии на фотографию она увеличивается, сайт затемляется, увеличивается фотография. При желании вы можете не закрывать эту фотографию, просто листать ее по стрелочкам всю коллекцию. Насчет интернет-магазина мы выносим его на неделю, за конец, потому что будет очень тяжело и картину, и систему достатки, и систему размеров на один сайт. Все это делается. Не точно тяжелый сайт. Гренд. Там рассказывается обо мне. Ну и, соответственно, система достатка и оплаты для приехов. Это абсолютно интернет-магазин. Соответственно, у меня нет парт-офис или еще что-то, потому что в данном случае доставки производятся курьерами. Елена может, соответственно, померить на месте, отказаться отмечать туда, подать клиенту. Вот. Собственно, это, в принципе, все, что я хотела вам рассказать. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Великие ваши. Ваши как-нибудь, аксессуары, да? Да, это самые. А у меня даже с собой есть пример. Если хотите, могу достать. На закат, допустим? Да, конечно. У меня с душами нужны шапки. Без проблем. Вы берем с вами цвета и... Такое хотите взять. С вами готовь. Да, я могу вам связать как крючком, так и спицами. Я не знаю. Хорошо, что я вам просто выберу назад. Я вам предоставлю примеры. А по-саму нельзя сказать, что я покатился. Да. Далина, а предполагается развитие проекта? Да. Проколагается. Это наш с мамой проект. Как бы семейный такой маленький. Вот про что вы сейчас с вами, Александр Александровичу, озвучили, да? Что мы с вами выберем цвет, консорт, да? То есть, в принципе, все-таки можно было бы реализовать на сайте. Да, к сожалению. Спасибо, что заметили. Но я думала об этом, в принципе, это можно сделать системой скайпа и видеочата. То есть, клиент просто всплывает окно, менеджер с вами сражается. Да. Который получился. Очень выхотелось, но для этого нужно больше сотрудников, а не два человека, которые с этим просто заискиваются на начальном уровне. Поэтому больше сотрудников, больше возможностей. Лена, не очень расточительно использовать шаппы в моем экране. Да, я хотела показать систему скроулингов, что пойдет скроулинг вниз, 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 вниз. То есть, что в сайте, по-своему, не вот так, как прям сайт, ну, никуда, а что все это все время идет скроулинг. Ну, это понятно. Мы просто абсолютно нефункционально используем не экрана, да? То есть, половину экрана занимает декоративный браш. Может, если ее так вот так сократить, в общем, я не думаю, что там что-то потеряется. Ну, в принципе, да. Если посмотреть на версию айпада, где уже, соответственно, шелкопераспрочитайся дальше. Кстати, вот с фирменной продукцией у вас эти конверты белые. Угу. То есть, вот белые тоже используются. И как-то там вот с фирменной продукцией можно тоже использовать не только тотальный или коричневый, но и белый. Мы просто не осмеялись. Да? Да. Мы просто не осмеялись. Потому что уже было бы бадом, бадом, бадом. Ну, то можно делать спокойно. Хорошо. Можно? 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 Если вы будете смеяться, у меня вопрос опять языков. Что это? Почему? На каком языке, Лен, это написано? На лотинец. На русском, на русском. У меня фамилия болгарская, в принципе. Лен, если вы вадочкой четыре губерства и фамилии закроете последней... А, нет, на самом деле это первое слово, второе слово клевое, я считаю... Я вам советую через PH писать фамилию. Понимаете? Хорошо. Понимаете? Потому что... Зато это будет абсолютно звучно и абсолютно западающийся. Да, и не Елена, а Хелен. И вот через PH и будет вам счастье и маркетинг и успех. А так... А так у вас будут посещать какие-то, как принято называть, америкосы мужского рода, ваш сайт, заказывать какие-то шапочки... Ну, я поняла, как вирусная реклама, что они за фамилию уже будут просто заходить. Хороший маркетинг. Что вы смеете? Ну, вы не факт, вы не смеете. Ну, вы понимаете, что Лена, это её решение было, Елена. Я настаивала нахать обзору или нет. Да, и лично надо. Нет, а я хотела вообще сделать... Более того, сетей надо писать. Нет, сетей точно надо. Вот, да, не надо. Через PH. И лично надо. Лучше... И лучше... W пишите. W пишите. W пишите. Фюклево пишите. Ну, не так страшно, как он. Или Фюклево пишите. Ну, типа Фюклево. Это самое простое, что я слышала свою фамилию. Хочу я слышать. Перепишите такую вот букву. Фэй. Греческий. Ну, у неё же заказчики могут быть действительно какие-то, да? А это мой совет. Это логично. Вот фамилия подкачала. Замечательно. Но я папе передам. Услов. Ну, улажаем, друзья, или завершаем. Кстати, можно завершать? Да. Учень, дилуты в работе. Основным достоинством квалификационной работы является хорошая графика, продуманность всех элементов комплекса, которые хорошо взаимодействуют, созданием чёткий образ. Данный дипломный проект заслуживает хорошей оценкой команды по имени политикации дизайнеров. Полное проектирование, думаю, будет весело. Реально, получается весело. Легкая экспозиция, титанически, потому что человек строил этот проект сам, гуляя на себя, узная, что хочет. Точно, зная, что хочет, приходя всегда с вороховый день. Вам спасибо, что действительно всегда учишься на чужих примерах, учишься на чужих проектах. Когда делаешь сам, ну, как-то так, не знаю, мне с вами было легко. Так что вам спасибо за сотрудничество, я думаю, будем дальше и встречаться, и вы не часто приезжать будете, потому что это по сессии будем держать вместе. Учитывая, что человек водоренный, ну, действительно вам многое надо, ну, не оставляйте и берегите, собственно, то, что вам задавки дали. Реализуйте. Учтите комментарии, это важно очень. И старайтесь. Удачи. Спасибо вам. Вам всем спасибо. Вам спасибо большое. Вот насчет легкости, вы очень хорошо заметили, и периодично мне чувствовалось, как будто я под маминой крылом, кто вроде бы наказ даст, но в то же время лети, птичка, да? Делай вольность, а я, если что, накажу, но... Если это было легко, без вот этого я не испытывала ни стресса, ничего, я абсолютно легко ушла. Каждому из вас большое спасибо. С каждым из вас я бы провела посеместра. С кем-то по четыре семестра. Семестра. Я бы с радостью провела больше, ну, десять лет здесь мне достаточно. Я не вел время. Да, это очень получить. ... Спасибо.